Вот она может танцевать. Помните, она танцевала на балу, когда у нее там из рукава летели лебеди. Эту куклу Василису из сказки «Царевна-легушка» Ирина водила, как говорят кукловоды, еще в 80-х годах. Много лет она играла эту героиню в спектакле театра. Теперь у Ирины другая должность, а Василиса живет в музее, пусть и пока немного походном, в ящике. Ведь последние несколько лет Ставропольский театр кукол обитает в съемных помещениях. А в музее хранится история. Куклы, которые дороги коллективу. Тростевые, планшетные. Сочетать, сколько их всего, непростая задача, рассказывает Ирина. Ведь кроме основных кукол есть еще подменки. Например, у нас в одном спектакле колобок. Пять колобков только на смену идет одному главному персонажу, чтобы мизанцены были интересные, неожиданные. Он катится в одном углу, а потом появляется в другом. Вот такие вот наши чудеса, фокусы кукольные. С 1983 года театр кукол размещался в здании на проспекте Октябрьской революции. В нем можно было ставить большие спектакли. Были гримерки, радовались работники. Но приглашать туда зрителей не позволяла аварийная крыша. Да и все здание 1903 года постройки было слишком ветхим. Приходилось много гастролировать по всему краю. Вся наша деятельность театра была настроена на гастроли. Там мы сделали спектакль в этом помещении. А показываем его или в Гагарина, или еще на какой-то новой площадке. И было очень жалко кукол, которые лежали в ящике, а помещение не отапливалось. Грибок там что-то съедал. И поэтому вот просто у нас сердце кровью обливалось. А затем и вовсе пришлось переехать в арендуемые помещения. В этом году и кукловодов, и маленьких зрителей ждет хорошая новость. Краевой театр кукол начнут реставрировать. Планируется, что в 2020 году Ставропольский театр кукол вернется в историческое здание на проспекте Октябрьской революции. К этому времени его реконструируют под нужды театра. Здесь появится полноценный зрительный зал, специальное оборудование для спектаклей, а также внутренний дворик для представлений. Деньги на это выделены из федерального бюджета. Только в 2019, который объявлен годом театра, Краевой кукольный театр получит чуть больше 115 миллионов рублей. По программе софинансирования с Министерством культуры России. Наверное, самая большая мечта всех сотрудников театра вернуться в свое родное помещение. Но только отреставрированное. Появится наконец-то свой полноценный концертный зал. Комнаты для хранения реквизита, кукол, инструментов. То есть это, хотя и небольшое, но полноценное здание театра кукол. Ну а пока куклы тоже не простаивают. Первый спектакль после новогодних праздников соберет своих зрителей уже 20 января. Ирина Ивановская, Николай Попов, Ставропольское телевидение.